Ола, мучачицы! С вами Димас, на канале Кукс Бразер Хукс. Сегодня будет блюдо из Мексики. Достаточно вкусное, популярное у нас. Ну, достаточно, да, у них-то точно. Это блюдо флаутус. Флаутус, флаута, как его только не называют. И будем мы сегодня готовить флаутус с крабовыми палочками. Не с креветками, креветками мы не тянем. Курица банальная. И наш шинели, вот такой вариант, как крабовое мясо. Также будем использовать тортильи. Авокадо. Худо в Мексике без авокадо. Чуть зелень. В данной ситуации петрушка будет. Можете кинзу взять. Будет даже более по-мексикански. Также лимон будет у нас использоваться. Томат свежестого рода. Лук красный. Можете использовать обычный репчатый. Кстати, там в Мексике чаще используется репчатый, чем красный. Это не в Индии и в Пакистане. Вот в этих странах, в арабских, больше любят красный лук именно. И чеснок. Также приправим немножко чили. Не чили, а перцем. Вот у нас четыре перца, дробленый. Прикольнее. Ну и оливковое масло. Так что сейчас начнем с основного, в принципе, такого. Такой вещь, как приготовление гуакамоле. Можете не морочиться. Просто, ну, дольками нарезать авокадо. Ну, мы решили сделать гуакамоле. Естественно, для этого нужно авокадо взять свежее, мягкое. Вот у нас вот такое вот оно, почти свежее. Уж прорастет. Чуть-чуть это есть крапление плесени, но это не страшно. Аккуратно все вот это вынимаем в нашу емкость, где будем делать гуакамоле без блендера, просто вилочкой. Тазлишки убираем, темненькие. Они нам не нужны будут, они горчат. А все остальное, такое зеленое или желтого цвета, авокадо пойдет. Если вы купили в данной ситуации в магазине где-нибудь авокадо жесткое, пару дней полежит у вас оно или три дня с другими фруктами или овощами в тепле. Не в холодильник. В холодильнике оно всегда жесткое будет. Просто в тепле, с бананами особенно, там вот с такими апельсинами. Положите, двое суток пройдет, оно у вас станет мягким и очень вкусным. Как бы авокадо вот ложкой, самый лучший вариант его оттуда вытаскивать, когда оно спелое. Также добавим зелень. Сразу надо добавить сок лимона, чтобы авокадо не потемнело у нас. Вот так прям обильно полейте. Не стесняйтесь, оно должно быть кисло. И возьмем вилочку и все это хорошо разомнем. Когда спелое авокадо, очень хорошо все умняется. Блендер не особо нужен. Просто блендер сделает пирожечку более структурированную. Для намазки какой-нибудь или еще подобной. Как масло. Так что вы всегда берите авокадо спелое. А вот так же мы приправим все перчиком. И чуть-чуть сальци даваем. Добавим немножко чесночка. Мелкая крошка сделаем. И красный лук. Где-то 1,4 часть луковицы. Тоже мелко порубим кубик. Как будто эти составляющие вещи, как лук. Никуда в мексиканской кухне. Лук, кинза, авокадо. Острый перец. Если хотите сделать что-то послабее, не такое острое, не такое луковое, не получится у вас ничего мексиканского в ситуации. Ты все перемешивай. Тщательно все хорошо перемешали. Можете полить немножко оливковое масло. Чтобы оно не заветрилось, мы не будем закрывать. Либо сока лимона полейте, чтобы не потемнело. Попробуем, что у нас получилось. Отлично. Так, в принципе, у нас вот самый главный компонент. Один из главных. Это глакамоле готово. Приступим к лепешкам. Вскроем их. Посмотрим, какие у нас свежие. Хорошо отделяются. Вскроем крабовые палочки наши. Кошки прибежали. Какое добро такое. Все оно отделяется. Иса, киса, будешь есть? Крабуху. На, киса. Желтая. Срочка. Сейчас пойдем на костер-мангал, на сковородку жарить их. И уже вернемся к нашему блюду. Будем его доделывать. Ну все, вот мы перешли сюда. В другую локацию чуть-чуть передвинулись. Наши сковородочки любимые. Добавляем маслице немножко. Сейчас ждем раскалиться. Чтобы зашкварчало. Поджарилось. И забрасываем наши палочки. Дадим колерочек 3 минут. Сходить ничего перчатить не будем. Просто сверху потом добавим чуть-чуть. Главное, чтобы они не растаяли. Прижар. Смотрите, мы их обжарили. Они вот немножко поджарились, колернулись. Сейчас бы... Все не знаете, что крабовые палочки стоят. Смысл выжарить. Все, переходим. Сейчас будем заворачивать наш лаутус и обжаривать. Сейчас будем собирать наш лаутус, чтобы получится. Берите гуакамоли и обильно вот так почти по всей тортильи размазывайте. Обязательно смажьте вот этот край, чтобы он прилип потом. Можете просто так выложить бугорком вдоль. Ну, хотите, размажьте. Все как бы от вас зависит. Так же берите немножко рыбовое мясо. И вот делим пополам. И выкладываем. Так же томаты берем. Обильно посыпаем. Кучка. А без него. Сок лимона опять же. И все заворачиваем. Чуть прижимайте. Не страшно, если вываливаете. И остальные лепешки то же самое. Смешка. Все, завернули наши лепешки. Сейчас пойдем опять метнемся к казану, к мангалу. Будем обжаривать. Смотрите, мы че, часы мои. Мы перешли к мангалу. Сейчас будем обжаривать. Можете разрезать их пополам. Вот так. Ничего страшного. Можете с силиком. Если сковородка у вас позволяет, жарите. И на таком среднем огне все обжариваем. Иногда сбегайте, убирайте. Чуть маслица добавить, растительную не забудьте. Жарим буквально полминутки с каждой стороны. Они быстро обжариваются. С помощью двух вилок и двух рук. Можете все перевернуть аккуратно. Ну вот, друзья, мы сделали фотки для нашего инстаграма. Для наших других соцсетей. Все всплывающие экранчики вы видели. Будем пробовать. И что у нас получилось. Какие наши флаутсы на вкус. И с чем его лучше есть. Вот мы придумали просто с гуакамоли. Сейчас попробуем на вкус. Божественное вообще. Очень вкусно. Даже не чувствую, что крабовые палочки. Очень вкусно реально. С соком лимона можете полить тоже. Либо ослимом, перцем. Так что, приготовили для вас они флаутас. С крабовыми палочками. Кому понравилось, пишите комментарии. Кто первый раз гость на нашем канале. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, дизлайки. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. Оператор Антон. Вся банда Кулс Бразер Хукс. В полном составе. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока. Здоровья. Берегите себя.